Привет, это программа Караоке-такси и я Алексей Орлов. У каждого из вас в нашем городе есть возможность не просто бесплатно доехать, но еще и денег заработать. Я еду за вами. Ждите меня. Вот так вот в поисках пассажиров провожу я целый день. Ребята, мне надо никуда ехать. Здрасте. Вам куда? За 300? Да, поехали. Неплохо, хорошую цену назвали. Здравствуйте, еще раз я вас поздравляю, вы попали в программу Караоке-такси. Есть желание весело и музыкально доехать до места назначения? Ну, если вы нас до Владивостока довезете... Не, ну, довольно-таки далековато. Ну, нам вообще-то до кинотеатра у нас сеанс курули. Петь мы не особо умеем. Вы не умеете петь? Да медведь наука наступила, как раз буквально вчера. То есть вы отказываетесь? Да, мы, пожалуй, помеем. Мне очень жаль, а ведь из вас мог такой хороший дуэт получиться. Извините, тогда пойдем. Мне правда очень жаль. К сожалению, мне жаль. До свидания. Счастливо вам. Ну что ж, действительно очень жаль. По-моему, неплохой дуэт. Действительно получился бы. Бесплатно доехали, еще бы и денег, может, заработали. Ну ладно, продолжим наши поиски. Я еду дальше. Кто еще желает прокатиться со мной? Ой, ой, моя ж ты красота. Отлично. Здрасте. Здравствуйте, до трамтеатра пойдем? До трамтеатра 300 рублей. 250. 250, поехали. По-моему, мне повезло. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Я вас поздравляю. Это программа «Караоке-такси». Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Анастасия. Анастасия, не нервничайте. Все замечательно. Анастасия, как вы считаете, вы хорошо поете? Я? Как бы, как сказать? Не кокетничайте. Я уверен, что вы хорошо поете, а поэтому я предлагаю вместе со мной сыграть, попеть и доехать не просто, если вам повезет бесплатно, а еще и денег заработать. Я согласна. Итак, вы согласны. Настя, я на выбор предлагаю вам пять музыкальных жанров. Ретро, попса, рок, шансон или, может быть, детская. Что вы выбираете? Попсу. Попсу. Итак, у нас первый тур. Вы готовы? Да. Удивить меня своими вокальными данными. Ну что, поехали! Настя, если вы будете пританцовывать, это еще бонус. Я еще сделаю скидку 50 рублей. Минь, 50 рублей. Ну что, давайте. Послушай, это недолго. Беги к себе, беги. Слышаю, слышаю, слышаю жадно. Не спешай, не спешай. Давайте я буду группой Виагра. Один за троих. Ну, что-то там да, Таня. Ой, не слышу, Настя, вас. Отлично. Эх, ну то ля чуть-чуть не дотянула. Уху-ху-ху. Уху-ху. Уху-ху-ху. Слушай, получается, что у меня... Настя, ну на самом деле, замечательно, не скромничайте. Я понимаю, что сначала вот так вот садишься в машину и начинаешь петь. Ну, не бывает такого. За ваши вокальные способности лично я делаю вам скидку, как я там обещал. 150 рублей, да? Хорошо, 150 рублей. Как настоящий мужчина, я обязан сделать вам другое предложение. Не то, о котором вы подумали. Перейти во второй тур. Я согласна. Если вы также достойно пройдете и второй тур, тогда ваша поездка будет стоить ровно 0 рублей. То есть она будет для вас совершенно бесплатной. Я тоже думаю, неплохо. Итак, у нас второй тур. Правила второго тура чуть-чуть посложнее. Теперь ваши вокальные способности буду оценивать не я, а случайные прохожие. Если им понравится, вы доедете бесплатно. Если нет, увы, Анастасия, я буду вынужден высадить вас, и дальше вы пойдете пешком. Мы сейчас попробуем кого-нибудь поймать из адекватных случайных прохожих, которые, надеюсь, нам помогут. Анастасия, я вижу молодого человека, давайте мы его сейчас попросим вам помочь. Молодой человек, будьте добры. На секундочку. Здравствуйте. Это караоке-такси, и я прошу вас помочь нашему участнику. От вас ничего не потребуется, только лишь послушать, как она поет, и оценить вокальные данные. Либо хорошо, либо плохо. Хорошо. Как вас зовут? Иван. Настя, открывайте окошко. Ну что, Настя, готовы? Да. Постарайтесь. Поехали. Знакомая песня? Да. Это радует. Иван, может, вы тоже составите нам компанию, потанцуете? Холодно? Холодно, да. Холодно, я просто. Еще чуть-чуть. Песня? Сейчас, еще чуть-чуть, подождите, пожалуйста. Итак, Анастасия, удачи вам. Пойте громко. В городе слева синий, и в дождь и слякоть, как тут не плакать, как тут не плакать, как тут не плакать, как они, спасибо. На-на-на-на-на-на-на-на. По-моему, она с ним заиграет. Это все громче? Нет, сейчас, подождите. На-на-на-на-на-на. Настя, соберитесь. Делайте так. Ла-ла-ла. Ване понравится. Ла-ла-ла. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Сейчас припев, припев. Ну, по-моему, все понятно. Иван, что скажете? А если я скажу плохо, что будет? А смотрите, если вам не понравилось, как спела Анастасия, тогда я высаживаю ее прямо здесь и сейчас. Если вы скажете, что вам понравилось, тогда я ее довезу бесплатно. Ну, у девушки очень красивый голос. Настя. А вы даже услышали ее голос? Но скажите, она хорошо танцует, да? Да, она очень хорошо танцует. Спасибо огромное. Спасибо вам, Иван. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. Ну что, Анастасия, на самом деле вам безумно повезло, что вам попался этот замечательный человек, который оценил вашу красоту и ваши вокальные способности по достоинству. Как и обещал, я довезу вас совершенно бесплатно, но я предлагаю сыграть в третьем тур. Я согласна. Вы согласны, не зная даже, что нужно сделать для этого. Да, я уже согласна. Я уже... Она уже согласна. Все. В третьем туре наша уважаемая караоке-машина будет выводить попури из песен разных лет, разных жанров. Ваша задача – петь и ни в коем случае не останавливаться. Если вы допоете до самого места назначения, в конце караоке-машина выдает баллы. Эти баллы я умножаю на 10, полученную цифру переводим в денежный эквивалент, и, соответственно, эта сумма появится в вашем кошельке. Неплохо, да? Да. Согласны? Да, согласны. Итак, поехали. У нас третий тур. Третий тур. Вы готовы? Да. Поехали. 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 Да расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз, Пролила немало я горких слез. А ну! Наташа! Почему-то на вине она начала улыбаться. Не нравится мне это. Не зрягайся, не зрягайся. Настя, вы помните, что нельзя останавливаться? Пойте, даже если не знаете слов. Ой, какие песни, а! А еще, если будете пританцовывать, помните, да? Ой, супер! И дальше. Ну, я останавливаюсь? О! А ну-ка, 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 еще раз! Как забавно она это делает. Великолепно! Великолепно! Уши развести! Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы! Сонные ветом чувства останутся где-то На берегу неба! Анастасия, я вас поздравляю! Вот он, драм-театр. И ваши честно заработанные деньги. Сколько их мы узнаем буквально через полминутки, когда караоке-машина выдаст баллы. Итак, Анастасия, я вас поздравляю! Вы заработали ни много ни мало. А как вы думаете, сколько баллов? Я даже не могу представить. 70 баллов! Анастасия, ну, на самом деле, такое очень редко бывает. Вы действительно счастливица. 70 мы умножаем на 10. И сколько ваш выигрыш? 700. 700 рублей! Совершенно верно! Не стесняйтесь, пойте чаще, пойте хорошие песни. Держите! Спасибо огромное! Вам спасибо! Спасибо большое! Приятно познакомиться! До свидания! Всего доброго! Пока! Есть желающие. Давайте узнаем, куда нужно ехать. Здравствуйте! Здрасте! Вам куда? Вот у нас на университет. Университет Кубанский? Да, Кубанский. 350. Да вы что! Ну да. Так дорого! Хорошо, вам скидку за 250. За 100? Нет, ну за 100 нет, конечно. Нет. Ну, 250. Ну, согласны мы за 250. Хорошо. Так что едем. На самом деле, это программа «Караоке-такси». Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Я Татьяна. А вас? Вова. Вова! Татьяна и Вова. Я предлагаю наше путешествие сделать немного музыкальным. Доехать, попеть. Если повезет, довезу бесплатно. Если вообще повезет, еще и денег заработайте. Ну, надо подумать. Ха-ха-ха. Я тебе с тобой советую. Едем или нет? Нет. Не хотите? Ну, не хотите. Ну, в следующий раз. В следующий раз. Ну, что ж, я действительно очень расстроен. Жаль. Тогда мы едем. Спасибо большое. Всего доброго вам. Увы, увы и ах. Хотя ведь мальчик-то практически уже согласился. Ну, ладно. Будем искать. Ну, что, кто желающий? Кто, 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 кто? Пока я никого не вижу. А я вижу молодой человек. Здрасте. Добрый день. Добрый. Драмтеатр. Драмтеатр. 200 рублей. 200? Да. Ну, поехали. Поехали. Кажется, мне улыбнулась удача. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю. Вы попали в программу «Караоке-такси». Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Меня зовут Роман. Очень приятно. Роман, очень приятно. Я предлагаю вам не просто доехать с ветерком, скажем так, но еще поиграть. Если вам улыбнется удача, если вы хорошо поете, то ваша поездка будет совершенно бесплатной. Ага. А если вы очень-очень хорошо поете, то еще и денег заработаете. Вот так вот, да? Ну, я не могу сказать, что я очень хорошо пою, но давайте попробуем. Ну, что? Давайте попробуем, да? То есть вы согласны? Конечно, так повезло. Отлично. Ну что, Роман, поехали? Поехали. Поехали. Роман, драмтеатр на спектакль? Эм, нет, пока нет. Ну, у меня просто встреча там с другом. Я на самом деле не местный человек, поэтому... Ух ты, откуда вы? Я из Владивостока прилетел. Так, вы прилетели погреться под южным солнышком. Да, я прилетел погреться, меня это очень радует на самом деле. Во Владивостоке какая сейчас погода? Погода, зима. Это хорошо. Зима. Календарная причем. Знаете, да, зима. Ну сколько? Минус 5, 10? Нет, минус 15. Минус 15. Ну что мы все о погоде, да. Давайте перейдем к делу. Итак, я предлагаю сыграть в первый тур и его условия таковы. Я предлагаю вам на выбор 5 музыкальных жанров. Ретро, шансон, попса, детская или может быть рок. Что вам ближе? Давайте попробуем с простого. С попсы начнем. Хорошо. Прямо сейчас наша караоке-машина выберет песню. Я не знаю, какая будет эта песня. Ваша задача спеть ее очень хорошо, чтобы мне понравилось. Если мне понравится, я сделаю вам скидку 100 рублей. Вы готовы, Роман? Да, я готов. Поехали. Знакомая мелодия? Да. Кто это? Это... Это Серов, Маргарита... Ой, нет, нет. Маргарита, да? Мадонна. Мадонна, Мадонна, Серов, да. Маленький плюсик вы уже заработали. Да, Мадонна, Серов. Итак, соберитесь. Музычку погромче можно? Конечно. Вот, да, да. Снова пыль стоит мне, пыль стоит столбом. То ли ночью, то ли нет. Прямо про кубанскую осень. Силуэт. Мадонна. Отлично. Дальше. Слов не помню. Сделайте так. Ла-ла-ла. Класс. Портрет. Мадонна. Вот они, настоящие Владивостокские мужики. Слава мукой. Да. Роман, я не слышу ваших вокальных способностей. Я просто не знаю слов, очень сложно. Ничего страшного. Танцуйте тогда. Слово мне. Громче, громче. Я говорил, да, я приболел, мне тяжело петь. Но это не помешало вам, тем не менее, заработать скидку 100 рублей. Хорошо. Соответственно, ваша поездка уже на 50% стоит меньше. Всего лишь 100 рублей. Я тоже вам аплодирую. Роман, замечательно. И я просто обязан предложить вам сыграть во второй тур. Да, почему нет? Хорошо, у нас второй тур. Я расскажу, что в нем нужно делать. А делать в нем нужно ничего иного, как просто петь. Причем петь хорошо. Потому что ваши вокальные способности на этот раз буду оценивать не я, а случайные прохожие. Если им понравится, ваша поездка будет совершенно бесплатной. Вот, это хорошо. Как вам такая перспектива? Давайте возле девушек остановимся. Возле девушек. Хорошо. Ну, как-то логично, мне кажется. Вы девушкам больше доверяете, да? Ну, да, видимо, да. О, я вижу девушку. Сейчас мы остановимся направо. Девушка, здравствуйте. Помогите нам, пожалуйста. Это программа «Караоке-такси». И я прошу помочь нашему участнику. Сейчас он вам споет. Если вам понравится, как он спел, я довезу его бесплатно. Если вы скажете, ну, плохо ты поешь, Рома, то, соответственно, я его высаживаю прямо здесь и сейчас. Хорошо? Рома, готовы? Да, готов. Поехали! Эй, давай, даяривай! Ой, частушки, бабка-ёшка, Ой, не разговор! Он мне понравился, он старается. И катала на бетле А сама не верю, я бы это суеверие! Хоп-хоп! Молодец! Сторонной, увязался, чёрт, за мной, думал о мощности. Вот такие вот вы, вот, остыки, парни. Весёлые. Хорошо. И ещё давай, ещё куплетик. На блешеву и послала к лешеву. А может быть, из машины и все свои танцевальные способности? Я думаю, мы отвлечём людей от работы вокруг, которые в офисах сейчас сидят. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ну что скажете? Хорошо, понравилось? Да, конечно, с энтузиазмом. То есть я везу его дальше бесплатно? Везите бесплатно. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. Спасибо большое! Вот это круто! Ольга молодец. Ну а, видимо, всё-таки Эббов. Я даже в этом не сомневаюсь. Я думаю, что тут здесь нет никакой коррупции. Вот, поэтому... Роман, ну и, конечно же, я просто должен предложить вам сыграть в третий тур. Если вы говорите «да», я объясняю правила третий тур. Да. Да, вы согласны. Да, да. Роман, сейчас наша караоке-машина будет воспроизводить попури песен разных лет и разных жанров. Ваша задача – петь и не останавливаться, пока мы не доедем до пункта назначения. По результатам вашего исполнения караоке-машина выдаст определённые баллы. Эти баллы я умножаю на 10. В денежном эквиваленте получается ваша сумма, которая появится в вашем кошельке. Угу. Можно вопрос? Давайте. Если я не знаю слов данной песни, я могу просто «ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Совершенно верно, Роман. И это засчитывается. Совершенно верно. Всё засчитывается. Главное – не умолкать. Не умолкать. Да. Готовы? А далеко нам ещё ехать? На самом деле нет. Поехали. Поехали? Поехали. Ну что ж, у нас третий тур, и мы едем далее. Говорят мы бяки-буки, как выносит над земля, дайте что ли карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Видишь, разошёлся-то как. Дальше. Старый добрый рытро. И не сбывается, любовь приходит к нам, порой не та. А водяной я водяной, поговорил бы кто со мной. А то мои подружки, пиявки, да лягушки. Фу, какая гадость. Жизнь моя жестянка. Тэрэм. За горизонтом ты где-то там, выше золотых окон. Ты где-то там, ты где-то там, я опять далеко. Отлично. Ну и ещё. Ищи. И я страдать и плать не буду. Просто всё, уходи, уходи. Скоро я тебя забуду. Ты не осознанна. Мы ищем воздуха. Не зоны доступа. Тупа, тупа. Мы не доступа. Ром, ну на самом деле мы уже давно приехали, я просто наслаждался вашими вокальными способностями. Вижу, что вот театр драмы перед моими глазами. Да, совершенно верно. Мы приехали к месту назначения. Я вас поздравляю, вы действительно хорошо поёте, хорошо танцуете, зажигаете вы довольно позитивный человек. Ваши вокальные данные, наша караоке-машина оценила на 60 баллов. Я вас поздравляю, это неплохой результат. Это хороший результат? Действительно, да. Как и обещал, я умножаю эту цифру на 10, и ваш выигрыш сколько? Не знаю. 600 рублей. Ром, ну вы плохо считаете. О, спасибо большое. Друзья, не просто бесплатно доехал, я ещё и заработал. Вы ещё и заработали 600 рублей. Друзья, ловите такси. Удачи, караоке. Вот такая бесплатная реклама. Вам приятных попутчиков, голосящих. Голосящих попутчиков. До свидания. Приезжайте ещё. Обязательно. Всего доброго, пока. Пока-пока. Ну что ж, вот такой вот смешной, весёлый и замечательный этот день. Спасибо компании Автодар за эту уютную, тёплую, комфортную машину. Мы с вами обязательно увидимся. Ловите меня в городе, и мы доедем весело, с ветерком. А может быть, ещё и денег заработаете. Я жду вас. Пока.